Радио UFM объединило иностранцев со всего мира. Международный проект Russian International Voice стартовал 8 февраля. Меньше чем за два месяца на Радио UFM уже прозвучали программы на английском, бенгальском, французском, китайском, удмуртском и других языках. Данные эфиры вызвали большую волну и как в социальных сетях и вообще в средствах массовой информации. Почему сказать? Потому что действительно данные эфиры это первые эфиры в Казани. Никогда до этого никто не делал эфиры. Идея зародилась еще в Германии. Там в рамках культурно-образовательного обмена опытом представители UFM знакомились с работой германского радиокоракс. Тогда появилась задумка вести эфиры на разных языках. Если раньше мы пытались делать какую-то традиционную радиостанцию, традиционное радио, которые делают хит-парады, музыкальные какие-то новости. Мы решили от этого всего отказаться, потому что таких радиостанций на самом деле полно. Так и стартовал международный проект совместно с Молодежной ассамблеей народов Татарстана. Он заключается в том, что иностранные студенты ведут эфиры на своем родном языке. Для того, чтобы вести прямой эфир, по моему мнению, он должен быть настоящим, не выдуманным, ну как, без сценария. То есть мы делимся тем опытом, который мы нажили, но особого сценария мы не придерживаемся, поэтому эфир проходит на легкой волне. Так пространство радио UFM смогло объединить совершенно разных ребят и девушек. И совсем не важно, с какой интонацией, голосом или акцентом ведут они свои эфиры. Каждый из них привносит свою особенность, что делает эфир еще более уникальным. Сейчас уже ребята не только из КФУ приходят к нам, из КАИ есть, из университета культуры. То есть и география вузов тоже становится шире. Главная задача проекта – охватить как можно большую территорию слушателей, чтобы разные страны и народы узнали от своих земляков, как им живется здесь, в Казани. Перед запуском проекта Russian International Voice стояла непростая задача. Надо было вещать именно в той стране, откуда приехал студент. Но благо интернет-радио позволяет это делать. Время выбрать нужное, потому что временные пояса, они очень разные. Допустим, чтобы днем нас услышали в Латинской Америке, нам приходится ввести программу поздно вечером. Здесь 8 вечера. Темы программы постоянно разные. В своем ознакомительном эфире иностранцы рассказывали о первом дне в Казани. Обычно они делятся полезными советами со своими земляками. Как жить в Казани, как подготовиться к суровым российским зимам. Дают советы, каковы противовольцы в каком кафе остановиться на бизнес-ланч. Сегодня мы рассказали про транспорт. Здесь как вообще люди, как сами студенты продвигаются в городе. Мы рассказываем, чтобы, во-первых, может быть, есть студенты, которые живут в Казани и не знают, как продвигаться. И тоже для того, чтобы студенты, которые приезжают в Россию, особенно в Казани, знали, какие виды транспорта и какие условия есть. Радио UFM – это единственная радиостанция в России, которая вещает на разных языках. Помимо программы Russian International Voice на радио UFM была запущена еще одна передача «Привет, Миша». Где эфир проходил сразу на двух языках – русском и немецком. Это совместный проект радио UFM и германского радио Коракс. Каждый эфир на Фейсбуке проходит видеотрансляция, поэтому любой желающий может не только услышать своих ведущих, но и увидеть. Анна Глазунова, Роман Самарин, Ленар Довлетиаров, Универньюз.